В Америке склонны полагать, что у президентов лучшая охрана и непревзойденное медицинское обслуживание. Однако американским лидерам всё равно не чуждо ничто человеческое, даже смерть. Вот президенты, чья смерть была самой трагичной. Спустя всего два с половиной года после выхода на пенсию первый президент Америки внезапно заболел. Национальный конституционный центр сообщает, что от начала до конца болезнь Вашингтона длилась около 21 часа. К вечеру первый руководитель Америки уже понимал, что конец близок. На протяжении столетий медицинские работники обсуждали, что именно убило первого президента Америки, и предположения варьируются от дифтерии до воспаления гортани, вызвавшего затруднения с дыханием. Одна из популярных сейчас версий – это острый бактериальный эпиглотит. Вот что произошло. Вашингтон катался на лошади в холодный сырой день и решил остаться в мокрой одежде, чтобы не опоздать на обед. На следующий день он послал за доктором, и, по словам доктора Ховарда Маркелла из Мичиганского университета, если его добило не болезнь, то лечение, которое включало кровопускание, потому что за 12 часов было вылито около 40% крови Вашингтона. В попытке открыть дыхательные пути в качестве лечения применяли шпанскую мушку, в результате чего на внутренней стороне его горла образовались волдыри. Также ему делали клизмы. Кроме того, Вашингтону давали различные смеси для полоскания горла, в том числе смесь масла, уксуса и мелассы. Ничего из этого не помогло, но он поблагодарил каждого врача за их попытки спасти его жизнь. Вашингтон умер в своем доме в Маунт-Вернон 14 декабря 1799 года. Ему было 67 лет. Историки из Монтичелла утверждают, что неясно, что именно убило Томаса Джефферсона в 83 года. Однако, они также отмечают, что в годы, предшествовавшие его смерти, Джефферсон страдал от огромного списка проблем со здоровьем, о которых мы знаем отчасти благодаря его многочисленным записям. Его здоровье начало ухудшаться после 1818 года, когда он провел некоторое время в минеральных ваннах в Варм Спрингс, в Вирджинии. Именно там у него развился, цитата, «нарыв на седалище». Удивительно, но несмотря на глубокую инфекцию на его ягодицах, он продолжал совершать ежедневные прогулки верхом. Тем не менее, смерть Джефферсона, вероятно, была результатом того, что его лечение было хуже, чем сама болезнь. Инфекцию Джефферсона лечили мазями, содержащими большое количество ртути и серы, которые действительно помогли избавиться от инфекции, но вызвали всевозможные другие проблемы, такие как, цитата, «хронические проблемы с кишечником», от которых он страдал в течение многих лет. Затем в 1825 году он столкнулся с проблемой мочевого пузыря, из-за которой пришлось использовать катетер. Однако в то время они заботились о стерильности, и бактериальное заражение, распространившееся на его почке, привело к его болезненному угасанию. Прикованный к постели с июня 1926 года, третий президент Америки также страдал от пневмонии и, по мнению современных врачей, ракопростаты. Джефферсон умер 4 июля, и поскольку в основном он находился в полубессознательном состоянии, его последние слова остались неясны. Закари Тейлор сделал несколько серьезных заявлений, будучи 12-м президентом, в том числе сказал Южным Штатам, угрожавшим отделиться, что если они это сделают, он прикажет повесить любого, кого поймают на восстании против Союза. Это заявление было сделано в феврале 1850 года, а 9 июля Тайлер уже был мертв, после всего пяти дней внезапной и тяжелой болезни. 4 июля Тейлор заложил краеугольный камень памятника Вашингтону, съел много фруктов, выпил молока, а через несколько часов уже страдал от мучительных судорог, лихорадки и тяжелого желудочно-кишечного расстройства. Его лечили обычными для того времени лекарствами, такими как опиум, хлорид ртути и хенин, но симптомы так и не прошли, и вскоре он умер. Несмотря на то, что часто можно было услышать, что он умер от реакции, вызванной употреблением в пищу вишни и молока, History.com говорит, что всё было гораздо сложнее. Официальной причиной была холера, но не всех это устраивало, что привело к теориям заговора о том, что Тейлора убили из-за его позиции против рабства и сепаратизма. Насколько это может быть правдой, не ясно. Когда в 2014 году останки Тейлора были повторно исследованы, главный судмедэксперт Кентукки объяснил, что уровень мышьяка в его организме был абсолютно нормальным. Но вскрытие так и не смогло показать, что на самом деле вызвало внезапную мучительную болезнь, убившую его. Однако судмедэксперт добавил, что вполне возможно, что лекарство, которое давали Тейлору, было более смертельным, чем сама его болезнь. Убийство президента Авраама Линкольна – один из наиболее популярных сюжетов в американской истории. Так что большинство людей, вероятно, уже слышали, как в Линкольна стреляли, когда он присутствовал на спектакле в театре Форда, но вопросы ещё остались. Например, почему у Линкольна не было охранника в театре? Что ж, согласно Смитсоновскому институту, был, и его звали Джон Паркер. Он был единственной защитой Линкольна в ту ночь и был одним из первых полицейских города Вашингтон, округ Колумбия. Как ни странно, карьера Паркера похожа на плохой ситком 90-х. Она полна выговоров за пьянство на дежурстве, посещение местных борделей и отключку в трамваях, пока он должен был находиться в патруле. В ночь, когда Линкольна застрелили, Паркер опоздал на три часа на свою смену, и во время антракта он решил отправиться за парочкой напитков в салон по соседству, где до этого, чтобы набраться храбрости, выпивал бут. Паркер всё ещё находился там, когда произошла стрельба, и другие офицеры, и Мэри Тодд Линкольн обвиняли его в том, что он стал причиной смерти Линкольна той ночью. Сразу после стрельбы Линкольн был доставлен в соседний пансионат Питерсон, где до смерти его посетили более 40 человек. Среди тех, кто находился рядом с Линкольном, был Эндрю Джонсон, который ушёл, когда стало ясно, что ему нужно готовиться к своей неизбежной инаугурации. И пускай улицы Гранта можно вспоминать как одного из самых известных генералов Америки, история его смерти просто душераздирающая. Всё началось в 1884 году, когда Грант осознал, что сомнительный инвестиционный партнёр убедил его вложить все сбережения в финансовую пирамиду, которая в конечном итоге рухнула. Неудачная инвестиция оставила героя Гражданской войны и бывшего президента без гроша в кармане. Хуже того, несколько месяцев спустя визит к врачу подтвердил, что его хроническая боль в горле оказалась раком горла и языка. Перед лидером неминуемой смерти Грант понял, что его финансовый просчет оставил его жену и семью без средств к существованию. Итак, с помощью своего старого друга Марка Твена он вложил все силы в последнюю отчаянную попытку обеспечить их будущее. Грант подписал контракт на написание мемуаров для нового издательства Твена. За этим последовала гонка со временем и его прогрессирующим раком. Подпитываемый только твердостью и решимостью, а также морфином и местным кокаином, чтобы заглушить боль, Грант писал до 10 тысяч слов в день, сначала собственной рукой, а позже – шепчасти на графистке. Менее чем за год Грант закончил свои мемуары объемом 366 тысяч слов, и когда Твен сообщил, что он уже продал 100 тысяч копий, Грант понял, что обеспечил свою семью. Грант умер 23 июля 1885 года, через 7 дней после того, как закончил писать. Когда книга была опубликована, Джулия Грант получила гонорар, который в пересчете на сегодняшний день составил около 12 миллионов долларов. Когда Шарль Гитто выстрелил в президента Джеймса Гарфилда на вокзале Балтимора и Потамака, первый выстрел задел его руку, а второй попал ему в живот. 20-й президент Америки оставался полностью в сознании и был шокирован на протяжении всего инцидента. После стрельбы Гарфилд подвергся самому жестокому лечению в истории медицины Белого дома. Если бы не оно, у Гарфилда были бы шансы. Стрельба произошла в 1881 году, и в то время ещё не были распространены такие понятия, как теория микробов и стерильность. И это важно иметь в виду, потому что тогда можно взглянуть на вещи с другой стороны. Гарфилда доставили в Белый дом, где врачи решили удалить пулю из его живота. Тогда считалось, что если оставить пулю, она вызовет нечто называемое болезненным отравлением и, по сути, приведет к отказу органов. Мало того, что врачи не вымыли руки перед тем, как начать ковыряться в его кишечнике, так ещё и 8-сантиметровая рана, оставленная пулей, в конечном итоге увеличилась до 15 сантиметров, и, что неудивительно, началась инфекция и сепсис. Гарфилд прожил 80 дней, за которые потерял около 36 килограммов. Его последними словами были «Это боль! Это боль!» Официальная причина смерти – массивное кровотечение, заражение крови и сердечный приступ. Уильям МакКинли был на панамериканской выставке в Буффало 6 сентября 1901 года, когда решил проигнорировать своих советников и провести встречу с представителями общественности. Тогда, как сообщает Национальный конституционный центр, он и был застрелен Леоном Чолгышем. Первоначально считалось, что МакКинли выживет. Доктора были настолько уверены, что МакКинли останется в живых, что его вице-президент Теодор Рузвельт не возвращался из семейного отпуска. Одну пулю отразили пуговицы на его костюме, а другая попала в живот и застряла там. Проведенная экстренная операция прошла успешно, и всего через несколько дней президент даже потребовал принести ему в постель газеты. Однако 13 сентября МакКинли стало хуже. Антисанитарные условия, в которых он был прооперирован и которые всё ещё были довольно распространены в то время, привели к образованию гангрена на животе. Это, в свою очередь, привело к смертельному исходу от заражения крови, и он скончался рано утром 14-го числа. Страны по всему миру объявили официальный траур по выдающемуся президенту. Имя Уоррена Гардинга, возможно, не так популярно сейчас, но когда он внезапно скончался в 1923 году, он был главным предметом домашних разговоров. Гардинг находился в поездке, когда ему стало очень нехорошо. Предположив, что несварение желудка, лихорадка и затруднённое дыхание, в сочетании с хроническими признаками сердечного заболевания, это всего лишь стресс от поездки, он продолжил путь. До вечера 2 августа, когда он внезапно потерял сознание и умер. За этим последовало множество обвинений со стороны общественности, которая винила врачей Гардинга во всём, от халатности до некомпетентности. Затем, в 1930 году бывший чиновник Гардинга опубликовал книгу, в которой утверждалось, что многострадальная жена бывшего президента, Флоренс настолько устала от его многочисленных романов, что решила положить им конец раз и навсегда, в буквальном смысле. Репутации Флоренс не очень помог и тот факт, что она приказала немедленно забальзамировать своего мужа, прежде чем было проведено вскрытие. И пускай дикие слухи об отравлении Гардинга в конечном итоге были развенчаны, скандалы вокруг недавно скончавшегося президента накапливались. Даже ходили слухи, что у Гардинга был по крайней мере один внебрачный ребенок в Белом доме. Но правда такова, Гардинг умер от сердечного приступа. Это не столько трагичный финал для американского президента, сколько скандальная смерть. Обычно говорят, что Франклин Рузвельт скрыл от общественности тот факт, что его парализовало от полиомиелита, но это не совсем так. Крупные новостные агентства регулярно упоминали его инвалидную коляску, и он открыто модернизировал Белый дом, сделав его более доступным для инвалидов. Однако он скрыл другие проблемы со здоровьем, в том числе гипертонию и тяжелый дефицит железа. В 1944 году Рузвельт собирался баллотироваться на свой четвертый срок, и, согласно Washington Post, его здоровье было настолько плохим, что врачи предупреждали его, чтобы он этого не делал. Он страдал от утомляемости и истощения, и, послушав его легкие, врачи центра Уолтера Рида узнали, что там скапливается жидкость. Историки говорят, что Рузвельт знал, что умирает. Но он также знал, что Вторая мировая война подходит к концу, и твердо верил, что ему нужно там быть. Рузвельт легко выиграл еще один срок, но, делая на публике счастливое и оптимистичное лицо, он страдал от сильных болей в груди, высокого кровяного давления и бронхита. 12 апреля 1945 года Рузвельт пожаловался на сильную головную боль и умер через два часа. Ему было 63 года. В американской истории всего несколько эпизодов столь же известны, как убийство Джона Кеннеди. Все видели видеосъемку, но вот ее краткий пересказ. Джон Кеннеди готовится выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок, и в рамках серии предвыборных мероприятий 22 ноября 1963 года он находится в Далласе, штат Техас. В 12.30 над его кортежем раздается стрельба, и через полчаса он уже объявлен мертвым. В 12.38 его вице-президент Линдон Джонсон принял присягу в качестве нового президента. Убийца Ли Харви Освальд уже был арестован. Более полумиллиона человек совершили поездку в Вашингтон, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение. И из всех фотографий его смерти, пожалуй, самой трогательной является фотография, на которой запечатлен его сын, в последний раз отдающий ему честь. Этим сыном был Джон Кеннеди-младший. Убийство также породило почти безумное количество теорий заговора. И пускай с инопланетянами ещё ничего не было, доказано, вот странная деталь. Печально известная машина, в которой был убит Джон Кеннеди, была лишь ненадолго конфискована для сбора доказательств. Затем Линкольн Континенталь был возвращен на службу в Белый дом, где им пользовались Джонсон, Никсон, Форд и Картер. Сейчас он находится в музее Генри Форда. Линдон Джонсон вступил в должность после убийства Джона Кеннеди, но в 1968 году он покинул свой президентский пост. Потом он занялся тем, что любил больше всего – ухаживал за животными на своем ранчо в Техасе. 22 января 1973 года Джонсон перенес обширный инфаркт. В тот же день бывший президент и скончался. Спустя годы после своего президентства Джонсон всё больше расстраивался из-за того, что добрые дела, которые он сделал, например, принятие Акта о гражданских правах, Акта об избирательных правах и Закона о запрете дискриминации при продаже жилья, оказались омрачены войной во Вьетнаме. Согласно PBS, его депрессия была очень сильной. Настолько сильной, что он иногда просто сидел и на повторе слушал песню Breach over troubled water Саймона Игоря Фанкела. Учитывая три сердечных приступа в его медицинской карте и регулярные боли в сердце и груди, неудивительно, что врачи предупреждали его ещё в 1955 году, что если он продолжит курить, то умрёт раньше срока. Тем не менее, после 1968 года Джонсон снова вернулся к своей привычке курить, утверждая, что это лучше, чем бороться со своими нервами и депрессией без никотина. Линдон Джонсон часто говорил, что знал, что умрёт молодым, поэтому решил не переизбираться. Он сказал Atlantic, «Моему папе было всего 62 года, когда он умер, и я подумал, что с моей историей болезни сердца я точно не проживу ещё 4 года. С американского народа хватит смертей президентов» Джонсон предположил, что умрёт в возрасте 64 лет. И так и произошло. В 1994 году Рональд Рейган обратился в клинику Майо. Он становился всё более забывчивым, и вместе со своей женой Нэнси уже знал, что что-то идёт не так. Был поставлен диагноз болезнь Альтгеймера, и 5 ноября того же года Рейган написал своё последнее открытое письмо стране. В нём бывший президент заявил, «Мы считаем важным поделиться с вами диагнозом. Я только хотел бы как-нибудь избавить Нэнси от этих болезненных переживаний. Когда придёт время, я уверен, что с вашей помощью она встретит это с верой и мужеством» Рональд Рейган умер 5 июня 2004 года, после того, что Нэнси Рейган назвала, цитата, «долгим прощанием» Друг семьи сказал Ньюзвиг, «Мы все попрощались десять лет назад, когда он ещё нас узнавал. Она взяла на себя ответственность заботиться о нём. Когда он осенью 2001 года сломал бедро, врачи давали Рейгану три месяца жизни. Он прожил ещё три года, но инсайдеры семьи рассказали, что, пускай они и были готовы к его уходу, Нэнси стала осознавать своё горе только после того, как её мужа похоронили. Инсайдеры сообщили Ньюзвиг, что это было началом её настоящей боли. Она в этом доме совсем одна. Джеймс Бэйкер III, бывший госсекретарь Джорджа Буша, был одним из последних, кто навещал его перед смертью в 2018 году. Узнав своего старого друга, 41-й президент спросил, «Куда мы идём, Бэйк?» Тогда Бэйкер ответил, что они идут в рай, и бывший президент согласился, сказав ему, «Туда я и хочу уйти» Это было 30 ноября, и те, кто хорошо знали его, были удивлены, что он прожил так долго после того, как несколько месяцев назад в апреле похоронил свою любимую Барбару. Когда он был госпитализирован через несколько дней после её смерти, ABC News сообщила, что самые близкие к нему люди готовились, что он последует за ней. Его фотограф из Белого дома сказал, «Мы думали, он просто умирает от разбитого сердца» Буш также страдал от сосудистого паркинсонизма. По данным фонда Майкла Джей Фокса, это состояние вызвано серией небольших, внезапных и непредсказуемых инсультов, которые влияют на подвижность, равновесие и способность говорить. Буш был прикован к инвалидной коляске с 2012 года, а в 2017 году его обвинили в домогательствах во время позирования для фотографий. Согласно USA Today, медицинские эксперты объяснили, что это также могло быть вызвано его болезнью, поскольку диагноз бывшего президента включал такие возможные симптомы, как непроизвольное поведение. В качестве доказательства они привели такие вещи, как странная улыбка Буша, отметив, что это был общий симптом, известный как, цитата, ненормальная гримаса. К счастью, Джордж Буш ушел спокойно. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok